ну ты часто что-то на кухне роняешь да серьезно конечно у меня же трое детей а все понял мало того что я могу ребенка уронить так я могу еще что-то сверху на него уронить а если я промажу то это же попадет на пол когда мы стелим кварц винил здесь швов тоже не будет и этим он собственно хорош да в этом его фишка опять же если мы стелим его плавающим методом то есть если он замковый то в этом случае до появляется даже выборить лучше клеить чтобы не было порожков вот на это я стою нужно обратить внимание давай еще сразу же вот о чем поговорим если мы его клеим то в случае если мы вдруг все-таки каким-то образом повредили одну плашку мы ее вырываем до вырезаем вырываем и заменили если мы укладываем плавающим способом то в этом случае мы до этой плашки должны все от стены разобрать чтобы замки не сломать достать ее поставить обратно и собрать но то есть это самое ремонтно пригодный способ ну скажем так он довольно простой он наверное проще чем в случае если у нас замки опять же зачем это делать если это неубиваемый материал да то есть это довольно редко случается но все-таки если случилось то по крайней мере может так так заменить какие еще есть особенности каждого из этих материалов которые стоит учитывать и на что стоит обратить внимание но мы основные с тобой на самом деле моменты рассказали то есть еще раз наверное стоит обратить внимание на то что вот этот материал он все-таки несмотря на то что он прихотливый но все-таки он ремонтопригодный то есть его можно отциклевать как мы сказали и это но имеет на самом деле значение и в зависимости от толщины плашки да то есть если она будет толще то соответственно ее можно больше раз отциклевать и скорее всего на самом деле вот такой пол он доживет наверное может даже до ваших внуков дожить вот то есть здесь так как циклевать нельзя с ним нужно быть максимально аккуратным то есть это вот самый наверное скажем так ну такой требовательный пол с точки зрения именно эксплуатации и вот этих механических повреждений поэтому с ним максимально аккуратным надо быть здесь вы просто должны быть готовы что вы через какое-то время его поменяете даже если вы возьмете довольно хороший ламинат ну скажем так наверное если вы давайте так если вы будете брать дешевый ламинат просто готовьтесь поменять его там через пять лет вот если вы берете дорогой хороший ламинат у него срок службы до 15 лет ну даже до 20 наверное лет может прослужить ламинат вот но его нужно будет менять этот материал он однозначно один из самых устойчивых и не убиваемых но здесь наверное существует еще какой момент может быть такая вещь как моральное устаревание да ну вообще в целом то есть и если вы живете в квартире то в квартире ну ремонт обновляют там каждые пять десять лет до зависимости ну так все может морально устаревать хотя кроме натурального материала я бы сказал ну да я считаю что он тоже морально не устаревает даже если вы поменяли грубо говоря там стены что-то обстановку хороший полу до останется хорошим полом я вообще считаю что в ремонте самое главное это хороший качественный дорогой пол вот стены могут быть кривоватыми потолок может быть даже каким-то кривого теньки но пол всегда должен быть идеальным нельзя экономит на на полу поэтому поэтому мы рекомендуем убрать паркетную инженерную доску а у вас антон какой дома пол а у меня ламинат сейчас лежит кстати к слову вот но я делал ремонт довольно давно я как он себя ведет все признаки которые мы с тобой проговорили сейчас на лицо все то есть я покупал не дешевый ламинат покупал я его порядка наверно восьми лет назад или 7 8 лет назад сейчас все вот то что мы проговорили она на лицо есть то есть и швы и вот выпирание в местах где вода попала и там где утюг упал значит продавлена вот все есть вот поэтому если я и порожки есть и и порожки есть все 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 как надо и порожки поэтому они радуют тебя ну они меня огорчают чаще наверно на самом деле чем больше я работаю в интерьерной тематике тем больше я не люблю то что я сделал восемь лет назад поэтому я думаю что я обновлю наверно квартиру обновлю ремонт и и на что-то поменяешь я буду наверное все таки паркетную ну точнее инженерную инженерную доску не пор почему она же дороже чем массе массивная доска квартире очень важно наверное да то есть это сохранить высоту то есть и я считаю что 6 сантиметров 1 раз давайте начнем вот если я буду делать дома то я однозначно буду делать массив вот дом если я буду делать в доме да там я буду делать массив потому что ну потому что в доме должен массив это мое мнение это если мы говорим о таких отличных пристрастиях в квартире считаю что инженерной доски вполне достаточно вообще вполне потому что квартира сейчас это не то место в которое ты как раньше вкладывали там вот я вложу в квартиру от всю свою жизнь и буду там жить всю нет я планирую что я буду менять периодически квартиры наверное даже хочешь жить в хорошем да конечно именно поэтому инженерная доска меня вообще устроит вот полностью абсолютно ну а как же кварц в нем чем тебя не устраивает это неубиваемый у тебя есть кошечка вот чем старше я становлюсь тем тем с тем я становлюсь привели у тебя есть девушка с ногтями она ведь она ведь иногда тебя убегает собака есть ко всему прочему вот поэтому я но у меня ну и пусть царапит ну сколько там но в квартире поживешь ногти можно 6 10 лет да то есть потом через какое-то время наверное ты перейдешь еще куда-то еще куда-то вот а может быть вообще сменишь город короче ты не можешь объяснить почему ты выбираешь этот материал я одну пусть будут царапины когти я однозначно выбираю просто за тактильное ощущение потому что я хочу с утра просыпаться и вставать ногами голыми на шикарный просто но вот этот кусок дерева понимаешь на натуральный дерево то есть вот это тебя не устраивает это устраивает это меня устраивает только с точки зрения наверное вот этих ценовых и технических характеристик просто вот в этом ключе то есть почему я не делаю вот это еще раз ели да то есть остановимся на это потому что в случае если я делаю 6 сантиметров вот эту подложку а то у меня в квартире точно будет керамогранит то есть керамогранит будет наверняка на кухне в зоне прихожей будет керамогранит однозначно соответственно я должен буду вот это все поднимать тоже на 6 сантиметров но я считаю что это просто нерационально а ты на плиту перекрытия клей сразу сразу нельзя его поведет разорвет и так далее почему ну конкретно вот вот этот материал его если мы приклеим его на плиту перекрытия без фанеры без двух слоев то его просто порвет я его в троллю просто но я я стараюсь начать максимально серьезно но вдруг кто-то подумает что ты абсолютно сюда клей на плиту перекрытия это тоже давать не надо ничего выравнивать давай так шарашек да по твоему опыту что чаще берут заказчики вот на сегодняшний день сегодня если хотят видеть деревянный пол видеть вот три основных материала которые используют заказчики этот материал используют потому что ну а цена а б это износостойкость износоустойчивость да прошу прощения потому что в ванных комнатах на кухнях в прихожих ну практически всегда он присутствует второй по популярности конечно простите наверное ламинат все таки первый по популярности на сегодняшний яду я думаю да ну просто в силу того что понятный все его знают дешевый и так далее вот затем просто цена да да цена цена керамогранит и кварц винил но кварц винил на мой взгляд материал более качественный и более практичный чем ламинат поэтому я бы наверное рекомендовал его точно как альтернатива ламина то есть если мы выбираем из двух недорогих вариантов ламинат или кварц винил однозначно однозначно кварц винил нету порожков нету проблем с убиваемостью вода вот с водой нету теплый пол можно делать туда это не реклама кварц винила ну а может быть реклама в общем непонятно какого производить делайте про делайте просто наливной пол и все живите наслаждайтесь там дельфинов нарисуйте черепашек что-то в общем вы поняли да можно железную дорогу ребенку нарисовать на 0 друзья напишите в комментариях что у вас дома и чтобы вы хотели сделать у себя в квартире или в доме вдруг вы живете в коттедже какое напольное покрытие вам больше понравилось что вы хотите чувствовать своими ножками вставая утром с постели интересно знать на самом деле что вам нравится а что не нравится да то есть какие напольные покрытия действительно вы предпочитаете и вот по поводу желания это особенно интересно то есть чтобы вы хотели сделать я своих желаниях рассказал надо чтобы я сделал чтобы вы хотели сделать ну и почему это антон мухортиков компания amix group с удовольствием поставит для вас любые напольные материалы и не только напольные материалы любые материалы для комплектации интерьеров понравилось видео ставьте лайк жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой канал да прибудет с тобой муза